Следующим содержимым. Давай встречаться. Я хочу сразу сказать, что всем респект. Я уже рассказывал про свою первую любовь в детском садике, про похождения в школе. Теперь настала очередь поварского лицея. Тот период мне как раз исполнялось 18 лет, и я официально мог называть себя мужчиной. Не помню, говорил или нет, но в лицее я тоже не был шибко популярным парнем. Как в социальном плане, так и в делах любовных. Даже если я и нравился девчонкам, они все равно предпочитали со мной не общаться. Так как я был одним из тех, кого обычно называют неудачником. А это может быть заразным. Со мной разговаривали только в двух случаях. Во время переклички и когда нужно передать кому-нибудь записку. Но была у нас в группе одна девчонка, которая, так сказать, отличалась. Нет, она со мной не общалась. Она вообще ни с кем не общалась. Такие люди бывают. Она всегда ходила одна, постоянно в своем джинсовом костюме и короткой стрижке. Необычные люди. Издалека смахивала на мальчика, но над ней не прикалывались, так как немного побаивались. Да и что уж греха таить. Многие думали, что она, ну, по девочкам. Так вот, волею судеб, в один прекрасный день мы с ней оказались за одной партой. Ну, как бы и ладно. Ничего страшного, за одну пару ничего не случится. Думал я. Не произойдет же апокалипсис, после которого для выживания потребуется собственный бронемобиль с кучей пушек на рту. Все, блин. Сердечко попало рекламу. Ведь автор покушает, это хорошо, это хорошо. Вообще в желудок должно было попадать, потому что покушает. Но это же не я покушаю, автор покушает. Ну все нормально. А мы продолжаем смотреть. Первую половину мы просто сидели молча, слушали учителя и делали записи. Но на второй половине началось нечто странное. Привет, ты не нравишься? Это было, мягко говоря, неожиданно. Я смутился, конечно, но пара все равно была скучной. Да и невежливо просто молчать. Поэтому я решил подыграть. Привет. Да, я следовала целая беседа по переписке. Ну первая, первая стилистика анимации, прям, знаете, это закатуневская. Знаете, прям закатун-закатун. Вот настолько привычная. Вот сейчас я уже вижу по второй стилистике, что это уже не закатун, да? То есть это другой аниматор. А вот первый, если бы он мне выложил этот ролик и не сказал бы, что это другой аниматор делал, я бы не сказал бы, что не делал закатун. Ну то есть там автор, ну точнее аниматор попал прям в стиль. Просто ни о чем. Как дела, как погода, любимые носки, ну обычный диалог. Но в один момент прилетает записка со следующим содержимым. Давай встречаться. Чё, блядь? Как это вопрос от любимого автюра мы пришли к построению отношений? Я был в растерянности, то есть, ну что? Нет, она, конечно, тоже девчонка. И вроде даже на любителя. Но, блин, это было настолько неожиданно, что я просто растерялся. Дрожащими руками я написал первое, что пришло мне в голову. И отдал ей листочек с надеждой, что на этом всё закончится. Извини, но у меня уже есть девушка, увы. Но, надеюсь, ты найдёшь достойного человека и будешь с ним счастлива. Ну ладно, ну всё нормально, более мне ответ. Я тебе нравлюсь. Да что с тобой не так, женщина? Ну вот, что мне делать? Проигнорирую, обижу её. Отвечу, что нет, тоже обижу. Блин, дурацкое хорошее воспитание. Окей, окей. Да, 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 я тоже иногда не понимаю, как людям так отказать. Вообще, правильно говорить слово «нет», это, ну знаете, понятно, что не просто «нет», вот правильно как-то сказать тактично, чтобы не бить человека, это надо уметь. Это прям, ничего себе какой-то талант должен быть. Хо, напишем так. Ты симпатичная девчонка, но я верен своей девушке, извини. Ну всё, на этом всё точно должно быть кончено. А если вдруг её не станет? Ооо, ладно, вот это уже, конечно. Ооо, эм, как вам сказать? Блин, угораздило сесть за одну парту с м***чкой. Ну, ничего, скоро уже звонок и конец страданиям. Как ещё 20 минут? Блин, что, что ответить? Может сказать, что живот болит и к доктору отпроситься. А для достоверности в штаны навалить. Ооо, отлично. Я в туалет не хочу. Короче, мы с ней будем месть всегда. Нет. Как её зовут? Нет, всё. Извините, можно выйти? Ооо, как это аниме класс. Убийца вроде, да, если не ошибаюсь. Я его посмотрел одну серию, мне что-то сначала не зашло. Говорят, что классно, что дальше он раскрывается. Ну, может, как-то смотрю, как-то. Да, я решил просто сбежать. Моя нервная система не была готова к такому разговору. Боюсь, и дальше последовали бы вопросы, где она живёт, в какое время выходит из дома, есть ли телохранитель. А я не готов сесть за соучастие. Вернувшись в класс за 5 минут до звонка, я решил делать вид, что ничего не происходило и переписки вообще не было. Но меня переиграли и уничтожили. Так как? Завтра тоже вместе сядем. Прошу, отпустите меня к маме. Услышав долгожданный звонок, я схватил все свои вещи, любезно с ней попрощался и побежал в сторону раздевалки, чтобы первым взять свою куртку и отправиться домой до тех пор, пока она не попросилась со мной. Никогда в жизни не думал, что буду... Вот это, конечно, да, вот так вот, чисто Яндера, или Цундера, как там. Я не шарю. Я сразу признаюсь, я зайти не шарю. Бегать от девчонки. Но это стрёмная тема, конечно. Но её странное поведение и маниакальная настойчивость не оставила мне выбора. Следующим утром я шёл на занятия в предвкушении неловкого разговора, но она не пришла. С одной стороны, я был рад, с другой, надеялся, что это не из-за меня. В будущем она, конечно, продолжила ходить. Мы делали вид, что этой переписки не было, но некая напряжённость между нами оставалась до самого выпускного. Если ты меня смотришь, прости, я был целым рассадником комплексов, и, возможно, если бы сейчас это всё повторилось, история пошла бы по совершенно другому сценарию. Беги, беги-ка пока можешь. Хороший ролик. Ну шо, ребята, не, ролик классный. На самом деле, ролик хороший. Прикольно, что разные аниматоры. Но первый аниматор прям закатун. Закатун-закатун. Все аниматоры молодцы, все постарались. Мне, на самом деле, понравился второй аниматор. Вот что-то есть, такой вот, знаете, стиль немножко такой небрежный. Знаете, как будто бы специально криво. Может быть, не специально, но вот почему-то он такой ламповый. Но, опять же, в плане закатуна, в плане привычного просмотра, да, то есть первый стиль, конечно, он вот такой вот. Третий аниматор тоже молодец. Все молодцы. Я не, знаете, потому что я знаю, что такое анимация. Я знаю, что такое рисовать просто. Но анимация-то вообще что-то сумасшедшее. У меня младшая сестра анимирует, рисует. Я понимаю какой-то дикий труд. Поэтому респект каждому. Респект всем творческим людям. Ребята, подписывайтесь на Закатуна. Пишите ваше мнение насчет самой истории и аниматора. Почему бы и нет. История, да, стрёмная, конечно. С девочкой, конечно, да. Всем удачи, всем пока. Пау!